22 марта во втором зале Восточного корпуса Конного двора открылась выставка, на которой представлены различные виды кружев, от простых узоров до сложных композиций. На вопрос, что за экспозиция и чему она посвящена, ответила Елена Карандеева, научный сотрудник Кирилла Белозерского музея-заповедника. В этой экспозиции представлены кружевные изделия, которые находятся в фонде Кирилла Белозерского музея-заповедника. Здесь порядка 120 экспонатов, которые говорят о непосредственном производстве кружева, самих кружевных изделий, скатерти, салфетки, допустим, жакеты, а также коклюшки, мерное кружево. Какой же роль играет наш музей в создании этой выставки? Сергея Упасадский музей на этой выставке выступает как принимающая сторона. Но это не значит, что мы просто предоставляем свои помещения. Наши сотрудники, сотрудники отдела народного и декоративно-прикладного искусства непосредственно участие принимали в строительстве этой экспозиции, в размещении предметов, в тесном сотрудничестве с сотрудниками музея-заповедника Кирилла Белозерского. Роль нашего музея мы принимаем выставку, но у нас в музее есть определенные традиции экспонирования, у нас есть своя коллекция кружева, и поэтому вопросы экспозиционные мы решали совместно с коллегами. До официального открытия можно было рассмотреть кружевные изделия разных эпох и стилей, от классических до современных. Сегодня мы открываем новую выставку кружева русского севера из собрания Кирилла Белозерского музея-заповедника. Слово для приветствия предоставляется заместителю генерального директора Сергея Посадского музея-заповедника по научной работе Светлане Викторовне Николаевой. В нашем музее тоже хранятся замечательные произведения кружевного искусства, и Гологодские, и Елецкие, и Кировские. Но вот в таком представлении мы первый раз даем возможность и себе, и нашим посетителям окунуться в этот самый нежный вид народных художественных промыслов. Заворский в прошлом музее-заповедник и его коллекция декоративно-предладного искусства они всегда стоялись в одном ряду с коллекцией русского музея, исторического музея. И эта коллекция такое же богатство, как коллекция резинца. Здесь вещи удивительные, вещи есть с самой ранее, вещи конца 18 века, вещи 19 столетия, 30-х годов, а этот класс всегда очень известен. Слово предоставляется директору Кирилла Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Михаила Николаевича Шарамазова. Для нас это тут чрезвычайно важно. В этом году исполнилось 100 лет нашему музею. И это одна из тех выступов, которые мы делаем в первенедине года. Надо сказать, что то, что вы видите, это, безусловно, фарижские образцы малородского кружева. Вы видите характерную плавную линию, которая идет по всему произведению. И тот, та решетка, на которой она лежит. Вот то, что и составляет существо собственного логонского кружева. Открытие выставки закончилось интересной экскурсией, которую провела хранитель фонда ткани Кирилла Белозерского музея-заповедника Наталья Валентиновна Красильникова. Генеральный директор Михаил Николаевич Шарамазов ответил на вопросы нашего корреспондента. Скажите, пожалуйста, это первая выставка в нашем городе, в нашем музее? Нет, мы в прошлом году делали выставку, посвященную юбилею Петра Великого. Это была лоскосная выставка, но это был первый опыт сотрудничества с Сергеем Пасадским музеем. А эта выставка у нас путешествующая, то есть отсюда она поедет в Тулу, в Воронеж, она будет ходить по стране, и это для нас своего рода рассказ и о музее тоже, которому в этом году исполняется 100 лет. Мы показываем и перспективу Вологодского кружева, мы показываем и образцы XVIII века, XIX, но для меня была чрезвычайно интересная работа, которую выполняла проектом Галины Кищевой-Мавровской, современные мастерицы в нулевые годы уже XXI века. Потрясающая выставка, я очень благодарна за приглашение. Важно отметить то, что для жителей и туристов, я не сомневаюсь, что это будет уникальная возможность посмотреть в родном Сергеем Пасаде выставку другого музея из другого региона. У каждого экспоната, если внимательно его рассматривать, прослеживается мысль, сюжет, то, что хотела передать мастерица. Это очень ценно и важно. Приходите и насладитесь красотой кружевных изделий, которые были созданы с любовью и заботой. Выставка будет принимать посетителей до 2 июня 2024 года. Татьяна Можаева, Тихон Бузынкин, День города.